Добрый день, меня зовут Юрий и сегодня мы поговорим о приобретении автомобиля с пробегом. На что нужно обратить внимание и какие основные элементы вам стоит проверить. Прежде чем покупать автомобиль с пробегом, вы должны хорошо осмотреть его снаружи. В идеале вы должны использовать толщиномер для того, чтобы проверить какие элементы автомобиля поддавались воздействию, был ли он крашен, был ли он поврежден и восстанавливался на СТО. Обратите особое внимание на зазоры. Если вы не заметите разницу между ними, скорее всего ваш автомобиль цел и не попадал в ДТП. Обратите внимание на стекла. На автомобиле, как правило, установлены стекла с одной маркировкой. Если же стекла отличаются по маркировке, например, переднее правое от переднего левого, скорее всего, что на автомобиле было установлено стекло. Это может быть в результате как ДТП, так и в результате того, что в автомобиль кто-то мог проникнуть, разбив стекло. Особое внимание нужно уделить также ходовой части автомобиля. Для этого вы можете автомобиль самостоятельно протестировав, проехав по небольшим неровностям. Если вы услышите при этом какие-то несоответствия в работе подвески, стуки, постукивания, какой-то гул или еще что-то, обратитесь на СТО для того, чтобы вам провели диагноз. Как определить реальный пробег автомобиля? Можно посмотреть на спидометр, но также нужно обращать внимание на состояние руля, педалей, сидений и салона в целом автомобиля. Очень часто бывает так, что что-то в этом может не совпадать. Еще один важный аспект. Если вы приобрели автомобиль, рекомендуется заменить масло и технические жидкости. Когда вы осматриваете автомобиль, уделите особое внимание подкапотному пространству. Если вы увидите какую-то деталь, отличающуюся по цвету, например, двигатель грязный, а коробка или трансмиссия чистая, это говорит о том, что она снималась и на ней выполнялся определенный ремонт. На что нужно обращать внимание подкапотом автомобиля? Первое, что вам нужно посмотреть и проверить, это уровни технических жидкостей. Охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, проверить уровень масла и посмотреть, в каком находится оно состоянии. Также необходимо посмотреть, в каком состоянии находятся основные узлы и агрегаты. Нет ли у них подтеканий, нет ли следов масла подкапотном пространстве и общее состояние этих узлов и агрегатов. Если какой-то узел, например, трансмиссия отличается, он очень чистый, от двигателя, это говорит о том, что она снималась и на ней выполнялись какие-то ремонтные работы.